Ну, проблемы, которые сейчас в Греции, Финляндии, в других европейских странах, с Россией не связаны никак. Вообще. Попытка каким-то образом связать их с интересом к России является просто пропагандой того, что вот смотрите, вся Европа не права, вместе с нами уже и Греция, и кто там еще, и Финляндия. Нет, даже Болгария не с нами, и даже Литва и Латвия, и Эстония не с нами, к сожалению, на самом деле. Отношения с Европой. Вот этот курс на самоизоляцию, который взяли сегодня в России, который не понимает, что он приводит к краху во всех отношениях. Кстати, и в мравственном, и в моральном, и в материальном. Вот, значит, конечно, меня пугает. Смогут ли европейцы просто сесть за стол и объяснить, и смогут ли наши услышать, что никто ни на кого нападать не собирается. Ни Европа на Россию, ни, наверное, Россия на Европу. А это самое главное. Чего же тогда делить, если мы не являемся врагами, которые готовы вступить в рукопашный бой. Значит, надо найти способы каким-то образом договориться. Как договориться? Мне кажется, что европейские ценности гораздо ценнее, чем ценности, которые мы культивировали в течение 80-70 лет после революции. Мне кажется, что эти ценности гораздо ближе к потребностям людей. Самая главная ценность человеческая – это жизнь. И поэтому, мне кажется, что нам надо просто вернуться в Европу. Кстати, все, наверное, забыли, да? Где границы Европы? Вы помните, что она по Уральским горам? Европа-то кончается по Уралу. Что мы можем придумать? Это, кстати, географическое определение. Как бы вы ни старались сказать, что мы Азия, извините меня, но европейская часть России, это и Коми, республика, и все остальные. И, по-моему, это забыли напрочь. Продолжение следует...